Два года назад Nokian Tires запустила масштабную компанию по ликвидации свалок автомобильных шин под названием Nokian Eco Challenge. Её цель – очистить природу от нелегальных захоронений старых покрышек. Начиная с декабря 2018 года, когда мы запустили программу Nokian Eco Challenge, по всей стране было обнаружено много свалок, несколько десятков свалок, и мы организовали при помощи нашего координатора и переработчиков, организовали вывоз и переработку, главное переработку, безопасным способом более 1000 тонн. Все собранные шины перерабатываются на специализированных предприятиях. Например, в Подмосковье, на Дмитровском заводе резинотехнических изделий, которые ежедневно принимают 70-80 тонн покрышек. Из одной тонны старых шин, превращенных в резиновую крошку, получается 600 килограммов полезного сырья, кровельных материалов, битумных мастик, систем полива. Крошка применяется на футбольных полях, на искусственные покрытия, также детские площадки, бесшовные покрытия, в спортивный инвентарь, в сельском хозяйстве, маты, плитка, ну и так далее. Эта высоченная башня – тоже шины. Такие покрышки используются на белазах, добывающих полезные ископаемые. А между прочим, Дмитровский завод РТИ – единственное предприятие в России, которое может перерабатывать и такую крупногабаритную резину. С просьбой ликвидировать шинную свалку может обратиться любой житель России, например, по телефону горячей линии, или заполнив анкету на официальном сайте проекта, или же по электронной почте, указав адрес свалки и приложив несколько фотографий. Платить за вывоз старых покрышек, разумеется, не нужно. Все расходы компания «Нокиан Тайрс» берет на себя. Конечно, мы планируем работать дальше, но надо понимать, какая бы ни была большая и ответственная компания «Нокиан Тайрс» за все абсолютно свалки на территории Российской Федерации, мы отвечать, наверное, просто не сможем. Поэтому все, что от нас зависит, мы делаем, призываем к этому же других. Шина, брошенная на свалке или в поле, разлагается сотни лет, выделяя вредные вещества. Отжившие свой срок колеса относятся к четвертому классу опасности. Именно поэтому единственно правильный способ расстаться со старой резиной – утилизировать ее через официальные пункты приема вторсырья. Субтитры создавал DimaTorzok